Всей стране мы снова рады сказать доброй ранницы Беларуси продолжается наш прямой эфир. И мы рады сообщить, что вчера состоялась общереспубликанская премьера полнометражного анимационного фильма «Мемориальные комплексы Беларуси». Он посвящается 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об истории создания фильма о войне в анимационной форме поговорим с исполняющим обязанности директора студии анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм» Марии Ковальской. Доброе утро. Доброе утро. Мария, конечно же, первый вопрос. Хотим узнать об уникальности этого проекта. Ведь наверняка это не первый анимационный фильм про войну. Расскажите, в чем изюминка именно этого проекта? Ну, анимационный фильм про войну – это действительно не первый. Но фильм, дело в том, что посвящен таким событиям, о которых мы говорим сегодня в связи с 80-летием освобождения Беларуси. От немецко-фашистских захватчиков. Мы предложили сделать такой проект. Дело в том, что этот проект, он не до конца анимационный. Там и натурные съемки использованы, и анимационное кино. То есть это получается микс жанров такой, да? Да, это такое… Коллаборация кино и анимация, верно? Да, такая смешанная форма. Вот. И начинается, кто вчера видел, да, то есть начинается этот фильм с натурных съемок. То есть мы попадаем в наше пространство, мы видим, как это все выглядит, и потом переносимся в ту историю, которая произошла здесь и связана с этими событиями. Натурные съемки где проходили, если не секрет? А вот натурные съемки проходили непосредственно на мемориальных комплексах. То есть мы путешествуем по Беларуси, мы попадаем на мемориальный комплекс, и тут мы узнаем, что связано с этим местом, насколько оно важно в истории. Вы знаете, у меня такой вопрос возник. Понятное дело, что это несколько такое примитивное рассуждение, но я думаю, что многие зрители со мной в том числе согласятся, что когда мы говорим про анимацию, почему-то первая ассоциация, которая возникает, это детские фильмы, да, анимационные, это мультики, это что-то такое светлое, позитивное. Здесь совершенно другая тема, совершенно другой глубины. А на кого все-таки рассчитана, да, вот именно такой, по такому формату съемка? Какие возрастные категории вы планируете охватить? Ну, я бы рекомендовала посмотреть этот фильм еще и родителям. То есть я бы начинала с родителей. Конечно, да, это фильм для семейного просмотра, это фильм для деток, которым 7, 8, 9 лет, ну и более. Но нужно понимать, что восприятие событий Великой Отечественной войны, оно такое должно... Ну, оно серьезное, это серьезные события, поэтому нужно рассчитывать и на возраст ребенка, насколько он готов к этому. А почему анимационные... анимация, почему не документальное кино, не художественное? Я думаю, что анимация — это язык, который доступен каждому. Анимация, она воспринимается человеком на уровне подсознания, на уровне... Чувств. Чувств, да? На уровне чувств, на уровне эмоций. Ну и тем более, мне кажется, это хорошее подспорье для родителей, которые думают, а как рассказать ребенку о Великой Отечественной войне, да, как правильно подойти к этому вопросу. Мне кажется, пожалуйста, вот идем все вместе в кино, всей семьей смотрим, отвечаем на вопросы ребенка, и, возможно, даже потом рассказываем семейную историю, да, потому что, мне кажется, в Беларуси нет семьи, которая бы не пострадала от войны. Это правда. Да, у Беларуси она расположена на такой территории, где постоянно что-то... исторически мы в центре событий. Мария, давайте вернемся к структуре этого анимационного фильма. Это цикл анимационных фильмов, да? Сколько циклов предстоит увидеть зрителю, да? Да, и по сколько минут каждый из циклов? Ну, данный цикл представляет собой пять фильмов, это пять фильмов по десять минут. Мы собираемся этот цикл продолжать, потому что мы не можем охватить этим фильмом все события, которые достойны о том, чтобы о них рассказали. Взяли пока самые основные точки, да, которые связаны с Великой Отечественной войной в Беларуси, да? Ну, нельзя сказать, наверное, что основные, а на самом деле таких мест много. Просто на чем-то сакцентировали. Да, мы сакцентировали пока внимание свое на тех местах, о которых говорится, наверное, недостаточно. В следующем выпуске мы уже расскажем о Хатыни, Брестской крепости. То есть на перспективе у вас уже есть идеи, задумки реализовать такой проект. Конечно же, когда мы говорим про такую серьезную работу, очень хочется, чтобы сегодня в нашем эфире звучали фамилии людей, которые трудились над этим. Наверняка это очень большая команда. Давайте, может быть, кого-то попробуем озвучить. Ну, команда действительно большая, и художники, и аниматоры, и, конечно, люди, которые рассказывают, которые доносят до нас кино, это режиссеры. Автором идеи этого проекта является Константин Андрюшечкин. Ну, и у каждого сюжета своя команда, свой режиссер. Но это уже маститы, скажем так, мастера анимационного кино, или это молодежь, например? Ну, вы знаете, в данном проекте мастера, они были ведущими, а молодежь к ним присоединилась. Это прекрасно. И опять-таки смотри, какой хороший коллаб, да? Диалог поколений. Молодости и опыта, можно сказать. Да, да, да. То есть этот проект, он ценен еще и тем, что и молодежь на нем работала, и люди, которые опытные, которые могут передать свое мастерство уже в следующем поколении. Мария, а сколько времени прошло от идеи до момента создания, да? Вообще, я так понимаю, что анимационные фильмы даже в наше время при тщательном подходе создаются очень долго, наверняка. Не всегда стремятся использовать аниматоры искусственный интеллект, да, и все, что он предлагает, тем не менее. Искусственный интеллект, конечно, наступает на пятки, но мы его рассматриваем пока как инструмент, который мы используем, мы начинаем его использовать. Но все-таки данные фильмы, они являются художественными работами, это авторская анимация. Здесь искусственный интеллект, к сожалению, пока до человека не дорос. И слава богу. И слава богу. Поэтому, я понимаю, что это было такая, пока еще акцент делался все-таки на работу практически вручную, да, когда... Да, работа шла вручную, вы сказали, да, вы сказали, что очень долго мы делаем, на самом деле, время пролетело для нас незаметно. Вот, ну, фильм этот от начала съемок до завершения, 9 месяцев мы снимали, проект был задуман 2 года назад. Да, ну, в целом, мне кажется, что, в принципе, для такого масштаба работы это достаточно форсированные сроки. И самый главный вопрос, где можно увидеть этот фильм, точнее, цикл этих мини-фильмов? Ну, сейчас этот фильм вы можете увидеть в кинотеатрах страны, премьера продолжается, то есть вы можете свободно посетить кинотеатр, я думаю, впоследствии на телевидении его увидите. Я просто подумала, если бы была сейчас школьная жизнь в разгаре, все-таки лето, да, наверняка бы всеми классами пошли бы смотреть централизованно, а сейчас, получается, надо все-таки, чтобы родители вдохновились и обязательно отвели своих детей на просмотр этих анимационных фильмов. Да, мы рассчитываем, что родители посмотрят, мы все-таки, ну, адресуем этот фильм еще и родителям. Ну, премьера прошла в детских лагерях, вы знаете, вчера главный показывал... Кстати, хороший ход очень, да, да, да. Вот, и дети остались, ну, то есть нам очень важна была реакция детей, видеть реакцию детей. Да, как, кстати, дети реагировали? Буквально одним предложением. Ну, дети остались в размышлениях. Под впечатлением. Под впечатлением. Это самое главное, в размышлениях, то есть этот фильм, в любом случае, вызвал у них отлика. Это замечательно. Захотелось, правда, посмотреть. Мария, мы вас благодарим, спасибо вам большое, что вы нашли время для нашей утренней беседы. Благодарим вас за эту прекрасную работу, за то, что все было реализовано вовремя, в сроке и для нас, самое главное. Ну, и напоминаем, в гостях студии Доброй Райницы Беларусь была исполняющая обязанности директора студии анимационных фильмов Национальной киностудии Беларусьфильм Мария Ковальская.